друзья привет я уже вот вплотную приблизился к рассмотрению вопросов лечения и профилактики простатита как ключевых и самых важных с точки зрения вопросов и сомнений мужчин но вы продолжаете меня спрашивать о том о чем я уже рассказывал и в общем я понимаю что не все еще утряслось в голове и уложилась и это заставляет опять возвращаться меня к основным понятиям не посчитайте это занудностью с моей стороны но я просто хочу чтобы вы правильно все понимали прежде чем поговорить уже о способах исправления ситуации возвращение к здоровью и вот к этим основным вопросам которые большую часть мужиков волнуют вот например вопрос можно ли вылечить простатит вот смотря что понимать вот простатитом и что понимать под понятием вылечить вот всемирная организация здравоохранения определяет что исходом болезни могут быть следующие варианты полное выздоровление выздоровление с остаточными явлениями стойкое изменение органов иногда возникновение новых форм заболевания в виде отдаленных последствий и смерть к сожалению и вот если говорить о выздоровлении как об отсутствии жало то есть когда человека ничего не беспокоит но есть обязательно структурные изменения на микроуровне которые обязательно останутся после каждого эпизода заболевания и чем дольше эта болезнь протекает тем больше необратимых тканевых изменений в органе остается выздоровление с точки зрения самочувствия это полная ликвидация признаков заболевания со стороны самочувствия человека если рассматривать а что изменилось в органе острых заболеваний возможность добиться полного выздоровления выше чем у хронических можно полностью вылечиться например от холеры или от дизентерии с точки зрения ликвидации возбудителя то есть убить причинный микроорганизм а восстановительный период в кишечнике будет продолжаться очень долго восстанавливается бактериальный баланс там процесс пищеварения долго будет восстанавливаться но ведь остаются и необратимые изменения стенки кишки мелкие зоны рубцевания в лимфатических узлах или там другой пример например вот фурункул он лопнул гной эвакуировался все прошло и ничего не беспокоит но в коже то остались необратимые изменения в виде замещения зоны некроза то есть погибших клеток рубцовой ткани и через пять лет мы не вспомним про этот фурункул но если посмотрим на эту зону кожи мы увидим небольшую белую точку то есть рубцовую ткань которая образовалась в зоне старого воспаления и она уже никуда не исчезнет эта точка если говорить об остром процессе конечно об остром простатите то конечно вылечить полностью можно но процессы восстановления в ткани продолжаются очень долго и обязательно часть из них из этих процессов останется в виде необратимых изменений другое дело скажутся ли эти необратимые изменения на функции и метаболизм органов последующем и будут ли беспокоить в дальнейшем но только время покажет нет таких прогнозов и чем дольше просто простатит протекает тем больше необратимых изменений остается в ткани предстательной железе которые по-разному могут отражаться на функции органа вопрос следующий простатит это как возрастное явление если какая то есть какая-то логическая нестыковка в этом то есть простатит и возраст опять смешиваются понятия воспаление то есть простатита и аденомы то есть вероятные возрастные изменения то есть с возрастом вероятность аденома увеличивается или с возрастом вероятность простатита увеличивается но ясно что у человека в сознании все это смешано в одно никакой нестыковки нет в молодом возрасте чаще всего встречается бактериальный простатит связанный с активным поиском половых партнеров и с тем что организм постоянно сталкивается с новыми какими-то чужеродными бактериями аденома в молодом возрасте не не появляется никогда в возрасте 40 и старше вступает в роль фактор гипоандрогенами и то есть снижение количества мужских гормонов неизбежно у всех и всегда и в ткани простаты начинают развиваться диспластические изменения еще вопрос простатит в первую очередь воспалительный процесс а структурные изменения его последствия опять же все этого времени смешивается структурные изменения не только из-за простатита но и из-за комплекса непрерывно развивающихся обмена морфологических изменений в органах человека во всех с течением возраста и аденома не последствия простатита если примеры прямой связи возраста и массового воспаления какого-то органа то есть ну вот как с возрастом массовое воспаление простаты у всех мужиков видимо такой вопрос или ими здесь имеется ввиду что из-за массового воспаления мужики получают проблемы в подавляющем числе случаев это неверный вывод с возрастом проблемы появляются у всех из-за вот этой гормональной перестройки а простата как я уже говорил гормона чувствительные гормона зависимый орган и появляется аденома не из-за простатита а из-за дисгормональных явлений действительно у всех они у тех у кого был простатит и вот нужно разграничить вот это понятие воспаление и возрастные изменения и не смешивать это в одно в связи с этим я посчитал необходимым кратко рассказать о воспалении как о патофизиологическом процессе и о другом процессе о возрастном дегенерации о возрастной дегенерации организма или по-другому о старении эти два процесса всегда сопутствуют друг другу а человек анализирует изменения своего организма только с позиции самочувствия то есть у него нет других критериев оценки ему или плохо или хорошо поэтому условно плохо то есть когда есть какие-то жалобы может быть и от хронического воспаления и от дегенеративно возрастных изменений человек это не разграничивает ему безразлично почему нужно часто бегать сортир вот вам и появляется неизлечимый простатит в сознании то есть все это протекает все это смешивается в одну жалобу и от чего это ну от простатита и так вот воспаление это комплексный местный и общий и местный и общий процесс который возникает в ответ на повреждение альтерацию или действие патогенного раздражителя и появляющиеся в реакциях которые направлены на устранение продуктов и причины или агентов повреждения то есть реакция в виде экссидацию и другие ты которые приводят к максимальному восстановлению ограничить и восстановить ткань ограничить воспаление восстановить ткань это защитно приспособительный процесс который сформировался в организме в результате многих тысяч а может быть и миллионов лет и еще в древние времена внешние признаки воспаления описал римский философ и врач цельс латинские термины рубор краснота то есть местное покраснение кожных покровов или там слизистой оболочки тумор это опухоль то есть вот в виде отека воспалительной зоны color это жар повышение местной температуры доллар это боль в зоне воспаления и голен через 200 лет где-то дополнил эти признаки добавил туда функция леза нарушение функции органа который сопровождает воспалительный процесс значит вот эти основные вещи альтерация повреждения клеток и тканей повреждающий фактор может быть любой это могут быть бактериальное повреждение понятно это может быть химическое повреждение когда например кислотой там или едкой щелочью действует на ткань тоже повреждаются ткани это может быть физический фактор температурный ожог или отморожение да это может быть радиационный фактор например это это все факторы которые приводят к повреждению клеток организма то есть первичный пусковой механизм воспаления обязательно какая-то альтерация или повреждения второй этап это экссудация выход жидкости и клеток крови из сосудов в ткани органа там где запускается этот механизм воспалительный это в виде мы видим в виде отека экссудация экссудативный выпадной процесс когда жидкая часть и устремляется в зону воспаления и там развиваются различные биохимические процессы в виде медиаторов воспаления и других активно биологических компонентов которые в зоне воспаления регистрируются пролиферация это клеточные реакции в зоне воспаления продуктивная или пролиферативная станция стадия это размножение клеток и разрастание ткани в результате чего происходит следующий момент репарация восстановление то есть клетки выходят они должны удалить съесть повреждающий агент в виде бактерий или вируса уничтожить его и добиться резорбции уничтожить и переварить ликвидировать поврежденные свои собственные ткани погибшие клетки которые в результате альтерации повреждения пострадали их нужно тоже ликвидировать и репарацию восстановить ткань органа восстановить клетки чтобы восстановилась функция и дальнейшая жизнь этого органа и организма в целом таким образом мы видим что воспаление заканчивается максимальным восстановлением структуры и функций но никогда не возвращает орган в первоначальный вид то есть какой-то процент здоровой ткани претерпевает необратимые изменения и вопрос функции в дальнейшем это вопрос резервов данного органа и способность его к регенерации и здесь иммунная система играет свою роль вот клеточные иммунитеты гуморальный иммунитет восстановление ткани в исходное состояние вот и очень например очень высокий ресурс у генерации к регенерации у печени и очень низкий ресурс к регенерации к восстановлению у нервной ткани вот то есть вот это в общих чертах воспаление как она понимается с позиции патофизиологии то есть развитие вот этих всех патологических процессах в тканях теперь второй вопрос дегенерация или старение организма изучением этого процесса занимается такая наука как геронтология старение в биологии это процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей в частности способности к размножению и регенерации восстановления вследствие старения организм становится менее приспособленным к условиям окружающей среды уменьшает и теряет способность бороться с факторами внешней среды и уменьшается и теряет способность противостоять болезням и травмам существует очень много известных или гипотетически предполагаемых теорий строения молекулярные механизмы существует свидетельство нескольких важнейших механизмов повреждения макромолекул которые обычно действуют параллельно друг другу и зависят один от другого и любой из этих механизмов может играть доминирующую роль при определенных обстоятельствах во многих из этих процессов важную роль играют активные формы кислорода вот эти свободные радикалы и это уже давно известно и изучено вот так называемая свободно радикальная теория старения различных теорий старения очень много это говорит о том что знаем мы об этом очень мало и раскрываем какие-то известные нам цепочки которым привязываем механизмы старения не углубляясь в суть теории я просто перечислю их и часть покажу в тезисном виде вы можете просто остановить видео на интересном предположим каком-то кадре и прочитать подробнее о постулатах каждого механизма и так кратко теория соматических мутаций накопление измененных белков митохондриальная теория утрата теломер эпигенетическая теория старения и и их еще существует огромное множество таким образом сложнейшие процессы в организме мы делим и дробим на какие-то универсальные отдельные цепочки и модели строим эти модели но они не протекают отдельно они все едины и взаимосвязаны эти механизмы и вообще функция всего нашего сложнейшего организма осознать ее одномоментно очень сложно вот как представить себе одновременно протекающие процессы в организме это выработка гормонов функционирование иммунных механизмов там выработка иммуноглобулинов в крови клеточные тканевые реакции гибель клеток апоптоз и рождение новых нарушение микроциркуляции сладж микротромбирование ренозный стаз атеросклероз и ожирение обмен микроэлементов кальция фосфора пищеварение и детоксикация функция печени и почек кожи анализ внешних раздражителей мышление реакции на эти внешние раздражители регуляторное действие функция нервной системы работа эндокринных органов функция геномов синтез белковых и других структур резорбция ликвидация погибших клеток это вот просто хаотично я перечисляю сложнейшие функции которые происходят одновременно и постоянно взаимодействуют и регулируют друг друга и представить как это в данный текущий период времени осуществляется вот все это в сознании объединить невозможно на мой взгляд мы только можем и исследовать и предлагать гипотезы отдельных механизмов и мы вычленяем какую-то отдельную цепочку и расписываем детализируемые и абстрагируясь от миллионов других процессов и изменений которые протекают в это же самое время это только что что мы знаем и за время существования медицины было очень много прорывных и эпохальных открытий например победили инфекции открыли пенициллин и через 50 лет поняли что не совсем иммунизация это достижение но есть и противоположное мнение а а септика наркоз хирургические технологии это конечно полнейшие восторг и то что сейчас может хирургия раньше и не снилось даже и вот мы считаем что очень глубоко изучили биологию и патологию но эти механизмы изучения будут углубляться и изучаться бесконечно как бесконечно сама вселенная таким образом неизбежно во времени во всех органах и тканях происходят структурные изменения главный вывод когда вы читаете результат вашего узи исследования предстательной железы где описаны структурные изменения в виде там кальцинатов расширение уплотнений диффузных изменений и однородной эхо структуры и все это обзывается термином хронический простатит вспомните о двух под этих процессах которые про которые я рассказал воспаление и дегенеративные процессы или старение или изменения тканей во времени что эти процессы протекают параллельно друг другу вот подойдите к зеркалу и посмотрите на то что мы видим в отражении то что мы можем увидеть внутри мы не можем увидеть вот свою кожу даже проанализируйте и поймите что не все то что мы видим в отражении называется воспаление и не все что мы видим при узи простаты называется простатит а большая часть тканевых изменений это просто процесс трансформации органа во времени и вот главный вопрос можем ли мы влиять на эти процессы как воспаление так и дегенерации или старения да можем например с помощью медикаментов очень поверхностно и грубо а вот используя природные факторы которые для нас абсолютно естественные это питание физическая активность взаимодействие с природой то что действительно и реально работает вот эти факторы они на мой взгляд самые главные еще еще в пятом веке до нашей эры гиппократ сказал ты есть то что ты ешь уникальный многовековой опыт многих народов по сохранению здоровья это единственно работающий механизм если вы стремитесь получить какой-то универсальный рецепт волшебную таблетку вы этого не получите или получите обман от мошенников тот кто ждет обмана его получит тем более что сам понимает что обманывается еще великий пушкин писал ах обмануть меня нетрудно я сам обманываться рад и вот сколько я себя помню как уролога постоянно несколько раз в год сенсации наконец-то проблема простатита решена чудо средства найдено чудо аппарат жужжалка гремелка трещалка в заднице покупаете магнетрон амулет в жопу это постоянно но нет решения проблемы в полной мере и не может быть пока мы не осознаем что не можем влиять на неизвестные нам факторы и можем влиять на известные в наши усилия действуют очень медленно и эффект мы не можем полностью гарантировать поэтому друзья мои я призываю не смешивать вас понятие воспаление и возрастные изменения можно вылечить активный бактериальный простатит проведя антибактериальное лечение удалить продукты воспаления убрать инфильтрацию и отек тканей на как проявление воспаления и значительно улучшить состояние простаты в короткий отрезок времени и нельзя назвать воспалением в полный в полном смысле слова те кальцинаты уплотнения нарушения моторной функции которые формировались годами и нельзя их ликвидировать за короткий курс какого-то эффективного лечения каким бы волшебным не было искомое или предлагаемое вам средство или аппарат здесь нужно думать о восстановлении кровотока и функции органа действенными средствами с тем чтобы эти тканевые изменения не прогрессировали с возрастом или прогрессировали ну не так быстро то есть чтобы оставшиеся еще здоровая часть предстательной железы не страдала и не погибала в дальнейшем следующем ролике я планирую поэтапно рассмотреть основные аспекты лечения а вернее факторы которые могут улучшить состояние простаты и укрепить здоровье органа и еще дорогие друзья я не зря так долго и достаточно нудно раскрываю теоретические вопросы и выпуская вот эти образовательные ролики чтобы вы лучше понимали смысл проблем и все же получаю повторяющийся вопрос на которые уже давал ответы если связь простатита и рака импотенция при простатите простатит от него в старости трубка в мочевом пузыре для новых подписчиков рекомендации если вам это интересно эти вопросы вас волнуют найдите время посмотрите начальные ролики и вы получите ответы на основные вопросы и тем не менее пишите и спрашивайте буду с удовольствием вам отвечать и теперь друзья напоследок в качестве развлечения вам фрагментик песенки от моего сына профессионального актера и певца данила новикова хочу обратить ваше внимание что аккомпанемент весь это он делал своим голосом наложением друг на друга различных партий так что посмотрите может быть будет интересно счастлива всем здоровья до встречи я так хочу тебя набрать спросить как твои дела мы не знаем наперёд кто-то трубку не возьмёт я держу себя в руках и только а свет далекий манит от одинокого окна я под окном твоим останусь до утра в голове моей туманы маны утекла любовь из кармана а мне друзья говорили забудь ее забудь и теперь на сердце раны раны но ты же знаешь что я субтитры сделал DimaTorzok я буду в тебе как в тумане медленно сон